Здравствуйте. Ну, значит, вот, надо, наверное, тоже сказать, что вот пять лекций там уже были, какие-то, в принципе, доступные видео. Я постараюсь из-за этого почти ничего не использовать, но все же местами какие-то там второстепенные вещи я буду... Ну, я думаю, что, в принципе, что из-за того более-менее все и так все знают, но не знаю, кто как. Вот. Ну, значит, вот сегодня я хочу начать с проблем Рауссена. Вот есть такая проблема. Первая проблема Рауссена. Дэйл Рауссен. Семьдесят четырех год. Всякий для узел. Ну, возможно, эта формировка выглядит очень смешно, но все зависит от того, какой смысл вкладывать слова. Вот. Ну, значит, что я имею в виду под узлом? Узел – это топологический узел. Это, значит, вложение и загруженность в артерию. Непрерывная и неактивная отображение. Вот. Что такое тревярный узел? Понятно. Что такое экзотопия? Ну, экзотопия – это гомотопия в классе вложений. Значит, каждый... В каждый момент времени Т мы имеем вот этот узел. Так как сказано, непрерывное и неактивное отображение, вложение. Ну, вот проблема. Ну, а если вы возьмете любой такой нормальный узел, вот, скажем, трелистник... Тучной узел. Он изотопен, например. Ну, как, значит, сделать изотопию тревярного от трелистника? Ну, давайте его вот так чуть-чуть распрямим. Ну, вот какую-то дугу вот возьмем, может быть, маленькую и распрямим. И потянем в разные стороны, но этот сам трелистник, он начнет уменьшаться. Вот как-то так. И продолжит уменьшаться, пока не превратится в одну точку. Ну, это будет уже тревярный, в общем. Ну, ничего запрещенного мы не сделали. В каждый момент времени у нас вложение окружности. В последний момент времени, ну, конечно, тут гладкости никакой не получится в последний момент времени. Но ее не требуется. Но вместо гладкости получится, если постараться, получится кусочная линейность. Кусочная линейность. То есть, эта гомотопия, можно ее считать, ну, вот, если мы начинаем с кусочной линейного узла, то есть, нужно, конечно, не так, как это рисовать. Тогда эгомотопию можно выпить кусочную линейность. Ну, давайте я не буду отдаваться в ровность и определение точной линейности. Ну, значит, то, что линейно на кусках, то есть, существует некоторая триангуляция там этого цилиндра, так что триангуляция F3, так что на каждом симплексе это линейно. Ну, так что даже вот здесь получается кусочная линейная изотопия, F3 или изотопия. Ну, и слазь линейный. Вот. Ну, спрашивается, какие же узлы могут быть неизоток натрияльными? Ну, вообще неизвестно, может быть, чей они неизоток натрияльными. Но есть вот такой интересный пример Бинга. По-моему, это 56-й год. Бинга – это такой человек, которого не было имени. Его родители назвали А.Эйч. То есть, не салу ему дали, а его не дали. Прикололись. Ну, вот он придумал нечто такое. Ну, это может быть чуть-чуть модифицированный вариант, но тут это не меняется. Вот можно как-то так рисовать. Вот. И так далее. Вот такую вот кривую мы поместим в полноту. Ну, в чем смысл этой кривой? Ну, вот мы движемся, потом чуть-чуть назад сдаем. Потом вперед забегаем, опять назад. И вот цепляемся каждый раз. За счет этого, если вы возьмете тут какой-нибудь диск, ну, вот, скажем, вот есть тут такая вот окружность, вот утверждается, что какой диск на нее и не натянется, он пересчет эту кривую к минимуму в трех точках. Ну, геометрически это очевидно совершенно, но можно и доказать. Вот что Бинга сделал. Но это еще не пример Бинга. Значит, ну, этот узел, как и все остальные кусочные линейные, он изотопен. А теперь вот давайте возьмем маленькую окрестность этого узла, ну, трубчатую регулярную окрестность. Она тоже будет полноторием. И вот в этом полноторием мы нарисуем точно такую же картину. Ну, не совсем такую же. Надо побольше сделать вот этих вот стежков, но чтобы они как-то не растягивались. Ну, давайте. Ну, вот так вот. Чтобы эти стежки, они не растягивались, ну, их размеры стремились бы к нулю. Ну, дальше у этого узла тоже возьмем регулярную окрестность, то есть полноторием. В нем опять нарисуем аналогичную картинку и так же бесконечности. Но если эти стежки уменьшаются, то пересечение этих полноториев будет окружностью, то есть гневодов на окружности. Вот получается дикий узел. Ну, что значит дикий? Узел называется ручным, если он эквивалентен некоторому к сочнолинейному углу или главному штатству эквиваленту. Но эквивалент, креста злов, это упражнение существования, скажем, гомеоморфизма, R3 на себя, сохраняющего ориентацию и переводящего в первое и во второе. Значит, узел называется ручным, если он эквивалентен был в каждом гладком. А если он ручной, то он называется дикий. Ну, это, конечно, более-менее очевидно, что это дикий узел, но он на самом деле дикий в каждой точке. В него нет ни одной дуги, в которой... Нет ни одной точки, в окрестности которой была бы вот такая дуга настоящая. там, где что-то такое сложное. Можно вопрос? Да. А как он деградится в течение года? Для него снародный? Ну, это, конечно, надо поработать. Это не очевидно. В чем надо следить? Для того, чтобы эти пешки уменьшались. Если они не будут уменьшаться, то это, конечно, не получится. Но... Ну, вот есть статья Бинга 56-го года, там это доказано. А в целом, если... Вот, не знаю, детали, как мы этим уменьшали, чтобы... Это, в общем, так примеров много, можно лининировать, но еще не важно, какой там узор мы берем, а хоть в полнатории выбрать более-менее любую последовательность в этой ситуации. Бинга, некоторая конкретная, причем не совсем такая. Но, в принципе, это более-менее не важно, но важно, чтобы вот было такое свойство, то, что вот любой такой диск пересекается, как у него, в трех точках, чтобы он вот так вот возвращался. Вот. За счет этого получается вот у этого предельного... Вот этот предельный дикий узел называется Слинг Пинга. Дилг Слинг. Вот у него такое свойство, что если вы... Ну, вот снова берем вот эту вот кривую, но вот здесь она сверху, другой диск, натянутый на нее, пересекает эту Бинк Слинг как минимум по кантру и умножить. То есть крещение с объявлением кантру и умножить. Ну, собственно, видно, что такой прямой диск, он уж точно пересекает по кантру и умножить, так уж строят. Ну, вот здесь вот да, три диска. В каждом из этих дисков мы снова берем три диска и так далее. Вот. Ну, вот, значит, я не пользусь, собственно, вот Роуз со своей работой читателем писал, что вот второй вопрос будет ли вот этот конкретный пример за то, что он тревиальный? Всего неизвестно. Проблема, ну, то есть, видимо, не будет, хотя неизвестно. И проблема, видимо, в том, что то, что импианцы ну, то есть, может быть, они и есть какие-нибудь там, эмологии Хаванова, там, Соблак Флорера, но никто с ними не умеет так вот работать, чтобы применить. А те, с которыми они... Понятно, как применять их не хватает. Ну, видимо, так. Ну, почему? Значит, эта проблема не очень простая. Ну, вот, есть такая другая картинка. Значит, существует дикий узел, который локально устроен точно так же, как кривая Бинго, как слива Бинго, но, тем не менее, он затопен тривиально. Вот, может быть, это тоже на ваш вопрос отчасти отвечает. Это пример Брина, ну, какой-то 70 или 80, в общем, метр, 80-й год. Мне кажется, этот Брина, это отец того Брина, которого все знают. значит, а, нет, наверное, нет, я что-то путал. В общем, извините, это я, наверное, перепутал. Есть другой. Значит, вот, он предлагает сделать так. Давайте мы вот здесь, вот, очередной стежок не будем ни за что цеплять, а просто вот так его подвесим. А вот эту вот штуку, но тут вот у нас полнатория идет, мы его вот так вот расширим. И здесь нарисуем, ну, вот у нас же там идет вот этот зеленый. вот это вот зеленая, которая там внутри. но она вот теперь будет расширяться и плавно перетекать вот в эту вот белую. То есть, получается такая спираль. Вот эта вот белая верхнего уровня заходит внутрь себя и идет на второй уровень. но потом она пойдет полный круг, пойдет на третье. Ну, видно, что в каждом месте локально это не отличается от того, что было. Ну, здесь как бы вот отличается, но это только на первом уровне. Если мы найдем поглубежь, там все это не чувствуется. Отличие. Вот. Но, тем не менее, этот узел изотопим тривиальным. Потому что вот давайте потянем вот за этот вот хвостик. Вот раз он у нас теперь ни за что не зацеплен, то можем его просто вот сюда вот. Почему? Давайте я перерешу. Вот. Но можно еще его чуть-чуть почунуть вот так вот. Ну, в общем, это не так уж важно, потому что теперь вот этот вот хвостик можем тоже потянуть, его ничего не держит. Дальше вот, ну, все это монотонно можно сюда вот так стаскивать, теперь этот можно потянуть и так далее. И так до бесконечности мы их по кругу будем все стаскивать. И вот ну, а здесь как бы остается прямой участок, да, вот, когда сюда мы втягиваем. Ну, и вот после того, как мы подключимся бесконечное число раз по кругу куманатолия, получится вот такая же топик туда же нужно. Вот. Значит, локальными свойствами этот вопрос не решался. есть еще такая теорема Гифтона. Сейчас Гифтон с 70-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60. Но это у него было не опубликовано припринт, который так остался припринтом до сих код. Но вот он доказал следующее, что всякий узел в бежнем смысле и эквивалент, чем и аргумент. Значит, что такое и эквивалентность? Ну, это просто знаете, что мы берем вот наш заданный узел и берем в данном случае гриберем. Значит, они называются эквивалентными если в 3 умножить надрезок существует вложение цилиндра, продолжающие вот эти два заданных узла. С1 умножить на отрезок складывается вот сюда, так что внизу первое будет как-то ну, понятно. Вот это очень похоже на изотопию, только изотопия получилась бы, если бы у этого вложения сохранялись в углу. Вот С1 умножить на 1 третью переходил в артрим умножить на 1 третью и остальных. Но этого не требуется. Этот цилиндр может как угодно себя вести. Вот. И, значит, оказывается, что всякий узел и эквивалент привязан может быть. Но тут, конечно, я вот называл это везде теорема Гиффина. В принципе, Гиффин в своем этом припринче он этого не утверждал. Он, значит, некую конструкцию там интересного придумав. Ну, и мне, значит, как-то недовольними. Действительно Гиффина это доказал. Но в общем пришлось мне написать страничку, где, в общем-то, то же самое о чем что Гиффина было, но вот доказано такое утверждение. Люди согласились. Вот Ридман, Фринсов было неочевидно, хотя казалось бы, они много работали, но в общем, так или иначе все согласились, что действительно работе Гиффина это существует оказывается. например, если взять 2-3 удил выводить, там 2-3 2-4 точку взять и полностью построить на углу, потом вот так высечено там, Ну вот если высечете, то получится то же самое, что было. А если прямо точку, то все-таки точка это не удил. прям так не получается. Но конструкция Гиффина, она очень такая забавная, и вот я хотел ее сказать, но боюсь, что не хватит на это времени, но это все-таки целая лекция лучше, другое. Немножко не в тему. А если этот конус, вот у него там боковую часть какую-нибудь, вот ее поднять наверх, там где она поле меня. Ну не знаю, я бы сказал, что гладкая, допустим, если она гладкая, можно поднять, там уже вы запрекали можно так быть. Ну этот конус останется где-то сильным. Это же будет цилиндр? Да, интересно, он говорит, будет цилиндр. Вообще это получается, что это тривиальное определение. Гиффин доказал нечто более сильное. Он доказал, что если у вас есть кривая полнатория, которая алгебраически один раз обходит, то есть имеет коэффициент прицепления 1 с этим меридианом полнатория, то тогда этот узел в полнатории и эквивалентен в полнатории тривиального угла. То есть вот здесь R3 можно заменить на полнаторию. 1 0 2 нету. R3 получается что-то действительно не гранина. Нет, а вот я предположил, что можно так боковую часть увеличить, а почему ее можно? Ага, да-да-да. Это если вы начинаете с кусочных дней, тогда конечно вы можете взять симплекс какой-то и вытащите его. А если вы начинаете с дикого узла, вот с такого, то действительно непонятно. Извините, все-таки цельно действия, а ваша конструкция для кусочных дней. Нет, вопрос связан не как петь. Спасибо. Но теперь это забрались. Да, кажется, что тут видно, как я был. Да, да. Видите, у меня в общем все это не тратился. Вот. Ну, собственно, значит, я собираюсь показать вот следующую теорему, но не сегодня, а в среду. Теорема существует двухкомпонентное сцепление, неизотопное неизотопное на таком кусочном умении. это то, что не получается сделать для узлов. То есть вот если бы мы знали, что существует узел, неизотопный кусочных днейному узлу, но это просто эквивалентно к проблеме Роллсена, потому что кусочные днейные узлы тривиальны. Кусочные днейные узлы затопны тривиальны. Так что вопрос можно переформулировать всякий узел и затоплен кусочную линию. Ну вот для узлов непонятно, а для расцеплений понятно. но это в среду, а сегодня я предлагаю поговорить о другой проблеме. Роллсена. А можно еще по-моему этой второй конструкции, которая там нет никакой последовательности в блок настоящий? Чему? Ааа. Ну нету. Нету. Тут вот он сразу предельный, да? Сразу предельный, да. Ну вроде бы понятно. Значит, вторая проблема должен быть. А если два зацепления, два кусочной линейных зацепления, кусочной линейных изотопа, если два кусочной линейных зацепления изотопа, то являются для них кусочной линейной изотопа. еще не не дошло. Не ничего будет. Вот. Ну, такой вот вопрос. но вот я собираюсь доказать сегодня что положительный вопрос на эту проблему следует из положительного ответа на эту проблему следует из положительного ответа на другую проблему состоит в том что срочно линейное зацепление с точностью до пиелизотопии конечного порядка я скажу что это такое не сейчас чуть позже конечного порядка инвариантными пиелизотопии да это лучшие но тут загладки здесь пиелизотопия написано но можно да пиелизотопия конечно то же самое что пиелизотопия добавление и убирание локальных узлов добавление локальных узлов это вот как вот здесь вот здесь могу что-то еще нарисовано какой-то цепление там сложно вот взяли какую-то дугу есть вот маленький шарик маленький шарик ну было просто есть узел пиелизотопия но добавление локальных узелков это то же самое что перед назад но это не сложно показать а такой вопрос если у нас просто есть узел пиелизотопия ну можно стянуть взять дугу взять внешность можно так сказать да узел его всегда можно стянуть но если у вас было зацепление ну да ну компонент скажем то там вот уже возникает то есть конечно для узлов это все не очень интересно вот эту проблему дольше но да но тут все это реально для узлов если два узла пиелиза два узла изотопия два кусочных линейных узла изотопия но они всегда изотопных в общем для зацепления вот ну значит гипотеза утверждает что пиелизотопия классифицируется инвариантами конечного порядка инвариантами при пиелизотопии ну или корректно определенными относительно при пиелизотопии не всякие инварианты конечного порядка удовлетворяют этому свойству тут рассматривают стоктики вот но есть гипотеза Васильева о том что углы классифицируются инвариантами конечного порядка я не определил для конечного порядка давайте определю гладкий да здесь гладкий здесь глазки выспаси да глазки в обычных смыслах вот ну это очень известная гипотеза но мне кажется она интересная там была какая-то история но по-моему как-то считается что она осталась открытой ну ну есть аналогичная гипотеза для зацепления гладкие зацепления классифицируется в инвариантами конечного порядка то здесь написано你看 которая третья гипотеза для как же зацепления и по модулю удов то есть это вариант гипотез Васильева для сцепления и по модулю удов значит что такое вариант конечного порядка Ну вот, допустим, у нас есть вариант зацепления. В какой-то из зацеплений, но там фиксирован числом компонент. Значит, давайте продолжим этот вариант. Она сингулярная сингулярность. Значит, сингулярного зацепления в данном случае... Хорошо. Хорошо. Получается, надо как-то начать называть. Зацепление сингулярности. Пусть будет зацепление сингулярности. Значит, ну мы просто разрешаем конечное число двойных точек. Конечное число пересечения. Это могут быть самопересечения компонентов или пересечения разных компонентов. Но, собственно, сингулярными сцеплениями обычно их называют, когда только самопересечения компонентов есть. Когда пересечения разных, ну как-то уже... Ну, в общем, тут из ногой терминолог. Вот. Но причем эти пересечения... Ну, к хорошему тут надо бы диск какой-то приклеить. Это жесткая такая конструкция. То есть мы не можем как-то вот так одну ниточку вот так повернуть. Но это просто вот жесткий такой крест. Но вот если сюда, скажем, маленький диск приклеить, то вот он уже его фиксирует. Если не заглубоко, то есть это граф. Вложенный граф. Да, это чуть-чуть другое. Вложенный граф с вот такой жесткой структурой... Ну, четырехвалентный граф вот с такой жесткой структурой. Ну, значит, вот мы продолжаем от варианта до такого, с значением той же группы Peugeot, следующим образом. Вот по такой форме. Но давайте я сначала напишу, а потом объясню. Вот на таком локальном фрагменте с двойной точкой он равен... Ну, тут, конечно, тоже чуть-чуть надо писать. В вот такого. Ну, плюс черпой вот такого. Ну, это значит, что у нас есть какое-то зацепление. Ну, вот так. А вот, значит, с двойной точкой могут быть еще двойные точки. Вот. И мы вот эту двойную точку двумя способами разрешили. Ну, у нас получилось пара зацеплений с меньшим числом двойных точек. Вот, собственно, первое можно назвать там L+, L-. А это вот между ними L0, в котором на единице больше двойных точек. Вот. И мы индуктивно продолжаем наш вариант. Вариант сначала определён на зацепление без двойных точек. Мы его сначала продолжаем на зацепление с только одной двойной точкой. Вот ровно по этой форме. После этого можно на зацепление с двумя двойными точками и так далее. Значит, продолжили N-вариант. И вот N-вариант V исходный на зацеплениях называется N-вариантом конечного порядка. Если вот это продолжение обнуляется, начиная с некоторого момента. Ну, точнее говоря, В-вариант В-вариант К5, если V6, 0, 0, 0, 0, 0. Он отец впереди на зацепление с N-вариантом конечного порядка. Вариант К5, отец на зацепление с Н-вариантом конечного порядка . Либо можно написать больше либо равно, чем с О-вариантом. Но это надо в любом случае говорить. Если вы хотите 10 треть неравенства, тогда нужно писать так, что вариант порядка n, если он равен валю дождественному на сцепление xn в одной двойной точке, и не равен дождественному на сцепление xn в одной двойной точке. Просто если он обнулился в некоторый момент, на сцепление xn в одной двойной точке, тогда он автоматически обнулился и на всех последующих. Но это как бы в обычном смысле вариант порядка n. Но бывает еще эмбриант порядка n в смысле откипка Левингстона. Вообще тут надо было написать вот эту самую Васильеву. Виктор Анатольевич из Москвы и Гусарова из Петербурга. Михаил, другое посольство. Они независимо придумали, в общем-то, ингредиент коммунистного порядка, но для узлов они придумали. Дальше это обобщение на сцепление кто-то и другие люди. Но вот есть стандартное обобщение на сцепление, вот как я сказал, и как бы не стандартное обобщение. Но нет, это уже не обобщение, а просто ингредиенты порядка n в смысле пирка Левингстона. Ну что это значит? Это значит, что мы начинаем снова с варианта зацеплений, но продолжаем его не на все зацепления с двойными точками, а только на сингулярное зацепление в том смысле, что компонентом разрешается самопересекация, но разным компонентом запрещается. То есть рассматриваем только такие двойные точки, которые являются самопересечением компонентом. И только для вот таких вот сингулярных зацеплений для будет сообнуление вариантов. То есть мы его можем продолжить и на все, но просто мы не интересуемся, чем будет ли он наливой на тех зацепления с двойными точками, где есть крещение разных компонентов. Требуем только, чтобы на тех, чтобы на сингулярных расцеплениях он обнулялся, начиная с некоторого. Ну, значит, это человек Кирк Кливингстона, она более сложная. Такие, такие, ну, как более сложные. В общем, такие варианты конечного порядка смеси Кирк Кливингстона гораздо больше, и их, ну, в общем, теории там как-то нет толком, но с другой стороны вот их больше. То есть, и вот эта вот гипотеза, вот эти гипотезы, здесь можно и такие, и такие ставить. Обычные кирки Кливингстона. Если поставить кирки Кливингстона, то это как бы получится. Ну, в общем, из обеих этих гипотез следует положительный ответ на проблему Роуза. Ну, значит, наверное, это все как-то выглядит немножко абстрактно. Какие вообще есть примеры вариантов конечного порядка? Вот что такое вариант порядка 0? Можно сказать? Можно сказать? Да. Ну, вот есть доцепление. Есть на нем, ну, вот, вариант порядка 0 на зацеплении. Мы его продолжаем на зацепление с одной двойной точки, и на всех таких он уже равен 0. Да, то есть, вот, любое пересечение, компонент разных или само пересечение компонента, нам вообще не меняет значение варианта. Что-то у него можно сказать? Константы, да, это константы. А, у нас бюджетные какие-то одинаковые компоненты или разные компоненты. Вот, вот, вот. Это, значит, вот для обычных инвариантов порядка 0. Да, обычный вариант порядка 0 – это просто константы. А вот инвариант порядка 0 в смысле Киркеля-Вингстона – это такой вариант, который при самопересечении компонент не меняется. То есть, это то же самое, что и вариант зацепляющей гомотопии. Зацепляющая гомотопия – это гомотопия в классе фрагулярных сцеплений. Вот. Ну вот, давайте посмотрим на коэффициент зацепления. Но тут вот, я про него много говорил. У нас я, друзья, хочу обладать, что на дверь там. А вот в остальных порядках, если не 0, а выше, можно так сказать, что такое грянт конечного порядка? Можно сказать, есть другие. У Гусарова было другое определение. Ну и есть вот еще геометрический, но в случае узлов есть еще совсем такое геометрическое определение, которое я, надеюсь, успею сегодня сказать. Вчера, да? 50. Вчера. Хорошо. Хорошо. Еще дым есть. Я же что-то испугался. Да, это можно было оставить. Ну, значит, да, есть разное определение, вариант по конечному порядку. Вот, может быть, в конце сегодня дойдем к геометрическому определению. ЦК движения, движение обусарных объектов. Но это не должно быть. Да. Потому что, кроме того, там разные ситуации. Вообще, там есть очень богатая теория этих вариантов конечного порядка. Но, как бы, я тут не могу все обозреть. В принципе, есть там книжка на эту тему. Вот. Ну, так что… Ну, значит, коэффициент зацепления. Вот. Что можно сказать про коэффициент зацепления? Это вариант конечного порядка в обычном смысле. Ну, вот, посмотрите, коэффициент зацепления устроен так. Когда мы самопересекаем компоненту, он не меняется. То есть, можно сказать, что это инвариант Кирклевингстона порядка 0. Вот. А вот что, значит, что происходит при пересечении разных компонентов? Ну, при пересечении разных компонентов он всегда подскакивает на единицу. Ну, или на минус единицу, смотря как мы пересекаем. Тут, конечно… Да. Я и сказал, что эту формулу… Есть некоторый вопрос еще. Как ее понимать? Можно, конечно, понимать, что у нас пересована плоская диаграмма узла. Мы вот здесь меняем проход на переход. Плоская диаграмма сцепления. Мы меняем проход на переход. Ну, тогда все хорошо. Но просто если мы это как плоская диаграмма, как просто узел пространственный… Ну, тогда возникает вопрос, ну, хорошо, если мы нарисуем другую плоскую диаграмму, то мы вообще получим ту же теорию или другую теорию? Ну, тут, конечно, нет такого вопроса. Но, в общем, все-таки хочется понимать, что тут происходит с плоской диаграммой. Ну, вот смотрите, чтобы… Просто какое из этих первое, а какое – второе? Вот в чем вопрос. Если у нас нету плоской диаграммы, то просто узел пространственный. Как выяснить, какое из них первое, а какое – второе? Ну, мы можем как-то пронумеровать вот эти вот ниточки. Это первое, это второе. И сказать, скажем, что вот… Ну, вот у нас тогда еще есть вектор от первой ниточки ко второй. Ну, вот в том месте, между двумя точками, которые пересекаются. Ну, мы, скажем, можем вторую компоненту зафиксировать, вторую ниточку, извините, зафиксировать, а первую вот сквозь нее продвигать. Ну, вот. Но что будет, если мы… Вот эта нумерация, первая и вторая, она же произвольная наша. Что будет, если мы поменяем вот эту ниточку, назовем второй, а эту первую? Ну, тогда… Фиксирована какая-то ориентация объемлющего пространства трехмерного. Вот. И мы, в принципе, сравниваем вот этот вот репет из первой, второй и… Значит, ну, здесь у нас просто вот касательный вектор мы можем взять. К первой касательный вектор ко второй, вот, в долях ориентации. А здесь мы можем взять вот этот вот вектор от первой ко второй. Ну, скажем, вот в начале. Вот если мы знаем, что это картинка, сначала это потом. То мы берем вот ту, которая сначала, и берем здесь вектор от первой ко второй. Вот получается репет, и мы говорим, что, ну, допустим, это положительный репет. Вот мы фиксировали такую ориентацию трехмерного пространства. А что же будет, если мы теперь сменим набирацию этих ниточек? Ну, тогда, чтобы у нас ориентация репера осталась прежней, вот этот вот у нас должен… Ну, хорошо, чтобы ориентация репера осталась прежней, вот этот должен повернуться. Но раньше третий вектор должен повернуться. Но раньше он глядел от… Он, значит, шел от первой ко второй. А теперь он идет от первой по-новому, по второй по-новому. То есть снова от первой ко второй. Ничего не изменилось. То есть получается, что от нумерации этих ниточек на самом деле не зависит от этого соглашения. Да, значит, если вернуться к коэффициенту уступления, то вот он подскакивает при пересечении разных компонентов, он подскакивает сюда, ну, на единицу или минус единицу. Но это значит, что вот на таких двойных точках, где две разные компоненты пересекаются, у нас стоит единица или минус единица, но в зависимости от ориентации. Всегда. Ну, то есть… Значит, что будет, если у нас две двойных точки? Ну, скажем, вот эта сама пересекла. Ну, это значит, что одну из этих двойных точек. Мы должны… Ну, чтобы вычислить значение этот грианта на вот таком вот зацеплении двумя двойными точками, мы должны одну из этих двойных точек разрешить двумя способами и взять разницу. Ну, давайте здесь что-то интересное нарисуем на сей случай. Вот. Но когда я разрешаю эту двойную точку двумя способами, на этой, то у меня будет стоять единица хоть так, хоть эдак. Потому что вот этот коэффициент зацепления, да, у нас всегда… Ну, вот мы вычислили значение коэффициента зацепления на зацеплениях с одной двойной точкой. И это всегда единица или… Ну, это единица или минус единица, это зависит только от ориентации. От того, как ведут себя… Как все это ведет себя в дне окрестностей этой двойной точки, это все не зависит. Мы можем тут их пересекать сколько угодно. Эта единица от этого единицы быть не перестанет. Ну, это значит, что мы вот… Ну, вот, когда мы делаем такое пересечение, да, то, что было до и то, что после… Ну, там вот стоит эта единица. Значит, на вот… Подскок нулевой. На зацепление с двумя двойными точками у нас уже стоит ноль. Значит, получается, что коэффициент зацепления – это вариант первого порядка. На зацепление с двумя двойными точками. Хоть это пересечение разных компонентов, хоть само пересечение компонентов. Он нулевой. Окей или стоит еще это отсидеть? Вот. Ну, дальше. Вот. Нашла лекция был пленом конвейер. Ну, вот это такой пленом, потому что переменная зацепление коэффициентами, который, в принципе, определяется двумя аксиомами. Что на тривиальном узле модеральной единицы… Ну, конечно, тут уже речь идет о гладких отмахах. Значит, зацепление. Это для каждого гладкого расцепления L у нас есть пленом конвейер этого расцепления от одной переменной. Вот вторая аксиома, что если мы берем набло от вот такого зацепления, то мы берем набло от вот такого зацепления, а вот Z умножить на набло от вот такого. Эти картинки означают, что у нас вот есть три зацепления, которые отличаются друг от друга только в маленьком фрагменте. Это уже настоящее зацепление без двойных точек, гладкие зацепления. И вот они, значит, отличаются только вот здесь вот поход на переход заменили, а здесь вообще гладили. Ну и вот умножаются на Z. Вот. Ну вот если этот Леново Сложно видеть, что АИТА является взглядом ИТО-порядка, в смысле ГАСИВА. Ну даже ровно и то, даже ровно. Ну да, да, это менее очевидно. Ну вот, значит, вот эта вот картинка очень похожа вот на эту картинку. Разница только в том, что здесь вместо струбулярного сцепления у нас случилось разрешение на счет Z появилось. Но то, что появился Z, это значит, что, ну вот, скажем, подскок вот этого А2, да, вот при таком переходе от отхода к переходу, он вот здесь выразился через значение А1. Да, вот такое вот зацепление с глажиной. Ну, ну давайте я не буду, значит, доказывать, но это несложное упражнение. АИТА является, да, вариантом этого порядка. Ну, собственно, вот для двухкомпонентных зацеплений Этополенол конвейер имеет вид У нас на коэффициент выцепления плюс там нечто. Ну, вот, значит, коэффициент при Z, вот, он должен быть на варианте не первого порядка, а вот А1, но это точность коэффициента степления. Ну, а для узлов вариантов первого порядка нет. Да, вот тоже сложное упражнение. Ну, в общем, тут можно долго, значит, развивать эту теорию вариантов конечного порядка, но, значит, мне вот хочется про зацепление по модулю узлов. Вот, значит, давайте, прежде чем переходить к предсказательству того, что из одной гипотези следует другая. Вот я докажу более такое приземленное на наш путь рождения. Вот, давайте рассмотрим такую вот кривую мазу на полном торе. Продолжение следует... Вот. 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 Ну, она, значит, алгебраически обходит А1 раз вокруг этого полнотория. Вот. Вот. Если хочу начать, то вот мы обошли 1 раз, потом вернулись назад, 0 раз, а потом снова 1 раз обошли. Ну и значит вот по теореме Гисфилла этот узел в планатории, он на самом деле и эквивалентен Ну вот в августе прошлого года я написал этот самый Фридман и спросил у меня такой вопрос А можете ли вы доказать, что вот эта кривая мазура не изотопна в планатории вот этому тривиаленному узлу Ну почему такой вопрос? Ну то есть вопрос можно так понять А как вообще хоть что-нибудь доказать про эту тахоматическую изотопию? Мне что-то тут писали какие-то примеры, гипотезы, ну хорошо, а мы вообще можем что-нибудь доказать про эту тахоматическую изотопию? Вот, ну тут в общем ну уж не сложно поверить, что этот узел НПЛ изотопин в тривиальном планатории Ну какие-то там мианты там можно там доказать Но мы можем доказать, что он не изотопин топологически Вот и эквивалентность есть А есть ли татологическая изотопия? Вот я утверждаю, что нет татологической изотопии Значит вот я Фридман написал вот это самое доказательство, которое я сейчас хочу доказать Оно очень простое Значит давайте рассмотрим Ну вот то, что называется в общем на эльбянс от ленинах Ну значит можно его определить так, что мы берем пленом конвея от двухкомпонентного сцепления И делим его на пленом конвея от первой компоненты и от второй компоненты Вот, ну за счет вот, ну значит мы поделили один поленом на другой поленом здесь произведение Но получился ряд Эти два поленома начинают соединиться, поэтому это ряд с целыми коэффициентами Вот, ну значит вот этот ряд имеет вид коэффициент зацепления Эль умножить на Z плюс вот этот самый эльбянс от ленина от L умножить на Z в куда Но плюс там что-то более высоких степеней Z в 5 умножить там на что-то еще Ну вот можно считать, что вот этот эльбянс от ленина вообще он определенно вот отсюда Что это вот просто ну второй нетривиальный коэффициент вот этого варианта Вот, ну вот Значит я на прошлой лекциях немножко говорил про это И вот собственно ну из вот этих вот объемов несложно вывести Формула подсколка для этого эльбянса от ленина при самопересечении любой из компонентов Нам понадобится только эта формула подсколка Больше ничего про этот эльбянс от ленина нам знать не нужно Ну вот формула подсколка такая Значит если у нас какая-то компонента решила самопересечься То вот образуются две петельки этой точкой самопересечения Ну вот скажем это компонент была К1 Вот это К2 Это К1 Это петелька К1 штрих А это петелька К1 штрих штрих Вот мы можем посмотреть на коэффициент зацепления К1 штрих в этой красной петельке со второй компонент И можем посмотреть на коэффициент зацепления К1 штрих штрих второй петельки Вот утверждается что это произведение коэффициентного зацепления будет подсколком инварианта Сапелевина на вот этом пересечении То есть надо писать так что бета вот в такой картинке Видишь бета вот в такой картинке Есть вот такое вот произведение но это форма уже не локальная Здесь во-первых мы считаем что это само пересечение компоненты любой из двух А не пересечение разных компонентов Ну и вот здесь вот эти вот петельки тоже глобальные Но вот эта формула подсколка она вот Вот ее значит ну вот я выводил ее в первый раз Ровно для этого коэффициента и нам понадобится только эта формула То есть вот что существует такой инвариант целочисленный удовлетворяющий эту формулю подсколка Но из этой формулы подсколка вот видно что это инвариант порядка один по киркуле Ливингстону Потому что вот когда мы берем само пересечение компонент Да вот у нас на каждом таком зацеплении с одной двойной точкой написано вот это просто произведение коэффициентного зацепления И оно не будет никак меняться если мы решим еще по самопересекать эти компоненты Да при дополнительных самопересечения этих компонент вот эти вот коэффициенты зацепления петель И второй компонент они не меняются если эту пересекать Вот ну то есть на зацеплениях с двумя самопересечениями компонент уже этот бета Ну продолжение бета будет нулевым То есть это инвариант порядка один по киркуле Ливингстону А по Василию он имеет порядок три потому что вот он коэффициентный зацепл Ну это уже не тот там был поленом конвейер Здесь уже некий ряд но все равно Ну это на самом деле просто какая-то линейная комбинация Ну нет но Ну давайте Как его выразить через коэффициент наука Вот Ну вот смотрите давайте применим этот Обобщенный вариант сапель Ливина Вот к этой ситуации мы сюда добавим Вторую компоненту Просто вердиан нашего опуматория Вот получилось двухкомпонентное сцепление Сюда тоже добавим Вот Ну чтобы доказать что это кривая в полнатории Не изотопна Такой кривой в полнатории Достаточно доказать что это двухкомпонентное сцепление Не изотопна Вот будем это доказывать Мы хотим доказать что между ними нету топологической изотопии Но Но Видно Давайте здесь стрелочку Решу вам за порядком Видно что если мы Вот здесь вот делаем самопересечение Вот так вот То Эта кривая Она растепится И получится вот Как раз вот это То есть на самом деле Вот мы Ну вот это Вот это Двухкомпонентное сцепление Да можно назвать его Сцеплением Мазера А вот это двухкомпонентное сцепление Ну зеленое с белым Это просто сцепление Двухом Ну и получается что Бета От М Минус Бета От H Ну это подскок Вот этого вот бета При Вот этом самом Пересечении То есть Бета На вот Таком вот Зацеплении С двойной точкой Ну тут я не очень Заботился об ориентациях Ну С точностью до знака Плюс там Этот Минус этот Или тот Минус этот Этот Я не знаю Но значит Так или иначе С точностью до знака Мы это Вычислим Значит Какое же Какое же значение Этого бета Вот на таком Зацеплении То есть Вот у нас есть Зеленые компоненты И вот это белые Двух компонентов Зацепление Ну известно какое Нужно Вот у нас Образовались Две петельки Вот одна петелька Ну да Вот одна Петелька Вот так Вот Оставшуюся Это вторая Ну а Оставшуюся Ну видно что Первая Фиолетовая Имеет зеленые компоненты И коэффициент Сцепления 1 Ну или может быть Минус 1 А вторая Желтая Имеет зеленые компоненты И коэффициент Сцепления 2 Ну или может быть Минус 2 И по этой формуле Мы должны их перемножить То есть это Ну Если там Нарисовать стрелочки Ну Ладно Не будем с этими знаками В общем это Плюс-минус 1 Множить на плюс-минус 2 Ну то есть Не нулевое число Ну вот Получилось Что этот коэффициент Что этот Индрианцеплевина На этих двух сцеплениях Принимает Разное значение Ну вот Хорошо Вот мы их различили Но Мы хотим доказать Что они Топологически Не готовы Как же мы Это Докажем Используем Дианцеплевину Всегда предполагаем Что они Не затолкнут Внутри Ну Это была Исходная задача Вот У нас были Две кривые Внутри Полнатория Мы хотели Доказать Что они Не затолкнут Топологически Ну просто Ну такой вопрос Вот Но 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 мы доказываем Более сильное утверждение Вот мы добавили Зеленую компоненту А про полнаторий Можно забыть После Место полнатория У нас теперь Зеленая компонента И Получилось Вот Зацепление Кокшу Вот здесь Белое Зеленое И Зацепление Мазура Вот Это Белое Зеленое Вот Мы выяснили Что у них Разные Ну Значит Чтобы доказать Что они Не являются Топологически Изотопными Осталось сделать Один шаг Значит Давайте Присмотрим такое отношение эквивалентности Один квазиезотопия Ну Смысл этого названия Будет понятен Через некоторое время Значит Вот есть у нас Два сцепления Они называются Один квазиезотопными Если Они Если между ними есть Гомотопия Увлетворяющая Следующим Условием Во-первых Разрешается Только Самопересекать Компоненты Пересекать Разные Компоненты Запрещается Но Это еще не все Значит Если у нас Есть Самопересечение Какой-то Компоненты То Требуется Чтобы По крайней мере Вот Образуются У нас Две Петельки И требуется Чтобы По крайней мере Одна из Этих Двух Петелек Была бы Ну Гомотопнах В дополнение К остальным Компонентам Ну Вот Давайте я напишу Значит При Во-первых Разрешаются Только Самопересечение Компонент И Второе При каждом Самопересечении Хочем Хочем Хотя бы Одна из Петельки Ну Вот Смотрите Во-первых Я утверждаю Что Этот Общенный Энвариант Царфолиуин Царфолиуин И является Энвариантом Один Квазиезотоки Но Действительно Значит Если Хотя бы Одна из Этих Двух Петель Ну Гомотопнах Ну Вот Теперь У нас Двух Петель Ну Гомотопнах В дополнение К другой Компоненте Значит Она Имеет Другой Компонент И нулевой Коэффициент И Здесь Один Коэффициент Нулевой Значит Подпок Нулевой И Значит При Этих Самоперещениях Общенный Этих 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 Ну Между 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 Гладкими Сцеплениями Влечет Один Квази Изотоп Этих 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 Ну, смотрите, значит, доказательство такое. Вот у нас есть топологическая изотопия. Вот я схематично рисую какое-то одно сцепление и другое сцепление. Между ними топологическая изотопия. Давайте просто аппоксимируем ее кусочной линейной гомотопией. Вот близко эпсилон аппоксимируем, ну, в смысле, как это называется, равномерные метрики. Вот, и утверждается, что если эпсилон достаточно малым, то это будет один квазиизотопия. Ну, почему? Ну, конечно, значит, если мы берем какую-то случайную аппроксимацию, то там могут возникнуть двойные точки. В этой топологической изотопии не было двойных точек, но из-за того, что мы ее аппоксимируем, конечно, двойные точки могут возникнуть. Ну, конечно, не вскоре двойных точек. Вот. Ну, вот, допустим, то есть, вот в какой-то момент времени это может выглядеть так, что это было какое-то такое дикое сцепление. А вот мы его аппоксимируем косточной линейным. Ну, это косточной линейной. Вот оно может оказаться самопересчетным. Это, в смысле, связь какой-то? Да, это связь. В какой-то момент времени. Вот была изотопия. Здесь вот у нее срез. И здесь же мы ее аппоксимировали. Вот. Косточную линейную сцепление у нас срез к точной линейной гомотопии. Вот. Ну, самопересчения могут возникнуть, но утверждается, ну, то есть, вот это кусочное линейное сцепление, оно эпсилон близко к этому топологическому отцеплению. То есть, вот если мы возьмем любую точку, то ее образ при первой, вот при втором, это стоят не более чем на эпсилон. Но утверждается, что эпсилон, значит, любого дельта найдется такой эпсилон. Ну, обычно наоборот бывает, но так тоже можно. Что, значит, если они эпсилон близкие, то вот каждая такая петелька будет иметь диаметр не больше дельта. Двойные точки могут появиться, но, ну, понятно, что двойная точка, да, вот это какие-то две точки перешли в одну. Ну, понятно, что эти две точки, которые перешли в одну, они, ну, каждая из них отстояла не больше, чем на эпсилон от некоторой одной и той же точки вот этой дикой окружности. Ну, значит, сами они тоже достаточно близки здесь в прообразе, но утверждается, что и образ всей вот этой вот дуги, он достаточно мал тоже. Ну, вот смотрите, вот просто отдельное совершенно отверждение. У нас было какое-то топологическое зацепление, и мы его эпсилон апроксимировали к сочнолинейным отображениям, уже, быть может, двойными точками. Ну, конечно, если речь идет только об одном, то можно всегда пошевелить, чтобы двойных точек не было. Мы не будем пошевелить, какое нам дали, такое и остальное. Тогда утверждается, что каждая, что это, ну, для любого дельта можно выбрать эпсилон, так что вот каждая вот такая вот петелька будет иметь диаметр меньше, чем дырка. Там же две петельки. Да, две петельки, но ясно, что одна из них большая, а вторая маленькая. Ну, можно нарисовать восьмерку, но проблема в том, что мы начали с какого-то вложения. У нас было вложение, а теперь мы его аппроксимируем новым отображением, но где-то вот здесь могут возникнуть пересечения, но вот так вот прямо не получится. Но, конечно, значит, это надо доказывать, но это некоторое общепологическое рассуждение. Ну, тут нужно рассмотреть пространство пар, там, значит, окрестность диагонали открытая, дополнение к этой окрестностям компактное, но давайте я не буду рассказывать, геометрическое достаточно очевидно, что вот не может такого произойти, что вот здесь большая петелька. Вот, но это и значит, что из изотопии следует один квази изотопии, и вот это подтверждение мы будем показывать. Можно, например, вот, я бы сначала вообще не получал каусу, что это один квази изотопии, это просто изотопия, потому что что мы можем сделать, чтобы вы нарисовали просто такую картинку, я имею в виду от петли, которая вот... Да, спасибо. Сейчас нарисуем. Она послушала, диск ограничивается. Сейчас нарисуем, да, это очень правильный вопрос. Вот, например, значит, вот такое зацепление. Один квази изотоп нутривиальный, но не изотопный. Вот обратная импликация не нужна. Но я не буду доказывать, что оно не изотоп нутривиального, но это мы, в принципе, сверху докажем. Вот, но, значит, почему оно один квази изотоп нутривиального? Ну, вот давайте вот здесь вот сделаем пересечение. Ну, и тогда вот так вот. Оно тогда растекается, да. Вот, а вот это пересечение, оно как раз такое, что у нас вот эта вот петелька, нулькоматоп на дополнение другой компоненте. И вот еще один пример давайте нарисуем. Ну, это может выглядеть еще другим образом. Спасибо. 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 Вот такое вот зацепление. Ну, это почти двойное, почти что зацепление LightHead 2, но LightHead 2 там нужно подкрутить немножко. В общем, это такое, немножко другое. Вот, но вот если мы вот здесь вот, но это нетривиальное зацепление, и неизотопное. То, что оно неизотопное, эторивиальное, ну, пожалуй, можно так сказать. Вот, значит, если вот здесь вот сделать самопересечение вот так вот, ну, оно расцепится, да, вот то, что расцепляется. Вот, но что это за самопересечение? Где-то из печенька. Ну, 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 вот одна петелька но тут другая похожая вот но вот эта синяя петелька она имеет пересечь и она есть 0 гомотопия вот это несколько другой пример потому что здесь как-то было вот при при этом гомотопии от петелька сама пересеклась здесь она не сама пересеклась но зато она пересекла некую дугу которая в общем она пересекла вторую петельку кажется время заканчивать но вообще мы уже очень близки к доказательству того что из одной гипотезы следует другая если можно значит мы хотим доказать что мы хотим доказать следующую теорию вариант конечно все всякие личного порядка любом из двух смыслов васильево и гибко что вариант мы значительно или затопе является если он при пели затопе то нам гляньте внутри токологический это конечно не то же самое что токологическое затопе влечет пели за тут но если бы мы знали что пели затопе классифицируется вариантом конечного порядка и вариантом относительно пели затопе то мы бы получили что токологическое затопе если достаточно они все если у нас есть токологическое затопе любой вариант как написано конечного порядка вариант относительно пели затопе а токологическое затопе не меняется все такие варианты на наших заданных сцеплениях соединяющихся пели логической затопе они принимают знаковое значение но тогда если вот нужна вот эта гипотеза то эти два сцепления пели затопы то есть получается что по модулю этой гипотезы вот значит докажем что логическое затопе следует пели вот давайте эту теорию покажем значит если есть вариант конечного порядка в том или в другом смысле и он на реальность относительно пели затопе то он на реальность относительно пели затопе но да но лучше лучше брать в смысле кепка или рингстона потому что инвариант конечного порядка в смысле Василия он конечно является инвариантом конечного порядка в смысле кепка или рингстона а обратно вот значит есть у нас конечного порядка в а как к л порядка он но допустим это вариант порядка 0 на сингулярных сцеплениях вообще но при самом пересечении компонент он не меняется зацепляющий гомотопию этого следует что это вариант изотопии потому что топологическую логическую какой-то кусочной гомотопии тоже конечно можно избежать пересечения разных компонентов в этой логической изотопии разные компоненты не пересекались но можно если аппоксимации достаточно хорошие после аппоксимации пересекаться ну а вообще значит вообще конечно нужно доказать предложение значит вот вариант конечного порядка вариант порядка ну а значит нужно определить что такое н квази изотопия это просто зацепляющая гомотопия то есть разным компонентам нельзя пересекаться а самопересечения допускается один квази изотопия вот я определил а что такое н квази изотопия ну н квази изотопия это следующее вот есть вот решается только самопересечение компонентов второе ну значит для ноль квази изотопия это все для один квази изотопии вот дополнительное условие вот но дальше вот смотрите значит вот дополнительное условие говорит что хотя бы одна из двух петелек ноль гомотопия в дополнение к другим компонентам но вот мы можем взять вот эту вот ноль гомотопия вот здесь она видите вот такая вот самопересекающаяся а здесь она пересекла другую петельку ну вот здесь вот в этом примере требуется чтобы ну вот образ этой ноль гомотопия был бы вот этот вот плед да был бы ноль гомотопия в дополнение к остальным компонентам в данном случае это не выполнено потому что вот видите вот он тут сам пересекается есть такая петля которая не ноль гомотопия а здесь требуется чтобы ну вот поскольку я скажу сейчас формальное определение но вот как она например выглядит значит здесь требуется чтобы ну вот это ноль гомотопия вот она пересекла вторую петельку но тут можно выбрать вот две дуги значит вот этой точке вот сюда вот такую вот да и и ну да ну да скажем вот такую вот но вы были и теперь вот у нас появилось объединение вот эту ноль гомотопия и вот этой вот дуги и требуется чтобы это объединение было ноль гомотопом в дополнение к другим компонентам это вот что было два квази изотопия здесь это снова не выполнено но какое значит общее общее определение н квази изотопии такое что значит это гомотопия ну вот такая что если мы значит конец конечным словом двойных точек общего положения но одно они случаются но если мы возьмем момент времени когда случилась двойная точка да вот мотопии это и вот здесь какая-то это и вот здесь вот случилась двойная точка вот требуется чтобы но то есть это это и то это вот отображение из этих как должностей но давайте напишем 3 3 вот значит удовлетворяющее оно должно говорить следующему свойству существует полиадра лежащие друг к друге по 1 по 0 по 1 так далее иду но и значит это так что выполнено два условия во-первых про образ но давайте и обозначу вот это 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 лежит в дуги и и второе что если я возьму объединение но при 3 и меньше либрамм к а с другой стороны если я возьму объединение п и того и образом жизнь это во-первых лежит по и плюс первым во-вторых нолькоматопа вот это включение нолькоматопа внутри по и плюсу и по и плюсу и до дела или в в Смысл этого определения я пытался объяснить. Ну, то есть, значит, да, ну в чем смысл? А, ну еще, да, вот я началом сказал, вот у нас есть двойная точка, назовем ее x, и требуется, чтобы ее прообраз f минус 1 от x лежал в виде g0. Да, но можно считать, что g0 это на самом деле вот эта наша петелька, ну то есть, прообраз этой петельки, это дуга. То есть, края же g0 это вот две точки, которые приходят в эту двойную точку x. Но дальше мы эту дугу начинаем увеличивать. Сначала берем ее 0 гомотопия, она может там пересечься или пересечься вот здесь на этой дуге. Если она пересекает что-то здесь на этой дуге, то мы, значит, добавляем на любую эту часть, любую эту часть. Но если сама пересекается, то мы ничего не можем добавлять, эту дугу можем не увеличивать. Но вот у нас появляется еще этот пледор, но это просто, значит, след от 0 гомотопии. Ну или, по крайней мере, какой-то пледор, который вот очередная, как образ очередной дуги 0 гомотопия. То есть, вот у нас это все разрастается. Ну и в конечном счете требуется, чтобы у нас все это были дуги. Ну а лежащие вот в наших произностях, раз это дуги, значит, они все-таки попали на какую-то одну компоненту. А поскольку они содержатся в первую дугу, то они остались на исходной компоненте. То есть, все это должно происходить в дополнение к остальным компонентам. Но это автоматически вытекает из того, что здесь написано. Вот. Ну и, в общем-то, вот мы тут доказали, что изотопии следует один квазиизотопия. Но аналогичным соображением мы можем доказать, что изотопии следует два квазиизотопия, три квазиизотопия и вообще N-квазиизотопия. Ну то есть, вот такого там не может случиться, может случиться только что вот какие-то маленькие достаточно петельки. Ну а тогда вот тут будет гомотопия, но эта гомотопия, она, конечно, может что-то тут пересечь лишнее, но опять-таки это сильно далеко не уйдет. Но если вот мы дальше будем так расширяться, это будет увеличиваться. Но если исходно это было очень близкое отображение к этому вложению, то как бы вот за N-шагов все это расширится не больше, чем вот до какого-то размера дельта, которую мы изначально зафиксировали. Ну а все остальные компоненты, можно считать, что у нас от этой компоненты на расстоянии больше, чем дельта, и поэтому мы в них не залезли. Вот такая идея, ну как бы вот это формализуется таким отразумением. Ну и теперь, значит, остается доказать такое вложение, что если у нас есть вариант порядка N, нотриант не при пиолизотопии, то он нотриантен и при N-квазиизотопии. Ну вот смотрите, значит, для N-квазиизотопии, для N-квазиизотопии порядка 0, в смысле кипка Левенгстона, да? Значит, он просто не подскакивает на самопересечение компонентов, то есть он является вариантом, представляющим гомазиизотопии или ноль-квазиизотопии. Тут просто нечего доказать. Но вот давайте вариант равным единице. Есть у нас вариант порядка единицы, в смысле кипка Левенгстона вариант, не при пиолизотопии. Вот. Мы хотим доказать, что N-квазиизотопия 1-квазиизотопия. Ну вот давайте возьмем, значит, вот у нас 1-квазиизотопия, там допускается конечное число таких самопересечений, таких, что хотя бы 1-5, это ноль-гоматопия, да? Мы не кипки компонентов. Ну вот раз это ноль-гоматопия, давайте возьмем вот ноль-гоматопию, но будем ее не до конца делать, а вот оставим в конце вот такую вот маленькую петельку. Ну, нам это никто не мешает. Вот. Но при этом здесь могут быть и самопересечения этой ноль-гоматопии, как здесь, вот что-то отсюда она может пересечь. Вот. Но, значит, вот то, что мы получили здесь в конце, вот такая вот маленькая петелька, и вот здесь вот двойная точка. Это можно разрешить двумя способами. Ну, вот так вот. Ну, здесь вот что-то еще там есть. Вот. Но видно, что эти два способа дают эквивалентное сцепление. То есть вот на такой маленькой петельке подскок нулевой. Но поскольку у нас вариант порядка один, то вот, когда мы переходим, здесь у нас уже есть одна двойная точка. Дальше мы берем гоматопию от маленькой петельки к большой. Тут могут быть какие-то самопересечения внутри этой петельки или с другой петелькой, но они все равно внутри этой компоненты. Но это уже вторая двойная точка. А на второй двойной точке вариант порядка один, не так сказать. Значит, и вот на вот этой вот картинке, вот на этом вот самопересечении с одной двойной точкой у нас этот инвариант не подскакивает. Значит, вообще этот инвариант, ну вот на разрешенных этих самопересечениях реалинклазизотопию не подскакивает. То есть, это один инвариант и один квазизотопия. Окей? Ну, смотрите, значит, вот один квазизотопия допускает вот такие вот самопересечения, разрешенные, при которых хотя бы одна петелька, нуль гоматоп, но в дополнение к другим компонентам. Мы хотим доказать, что любой инвариант первого порядка, в смысле кирка Левингстона, не подскакивает на таких самопересечениях. В данном случае даже не важно, чтобы инвариант не тащится на пиалинклазизотопию. Это сейчас не спорно. Ну, значит, вместо вот этой большой петельки я могу смотреть маленькую. На вот такой вот картинке, где большая петелька заменена на маленькую, она уж точно не подскакивает, потому что просто вот видно, что, ну, разность между... Ну, значение инварианта вот на этой штуке, этой разности его значения на этом и на этом, но эти два значения одинаковые, разность на Лева. Вот. Ну, теперь, значит, как сравнить значение инварианта на исходной картинке с большой петелькой и на вот этой картинке с маленькой петелькой? Ну, можно рассмотреть гомотопию от маленькой петельки к большой. Значит, при этой гомотопии, ну, могут, например, возникать самопересечение этой петельки, ну, или пересечение другой петелькой. Ну, если при каждом таком самопересечении у нас инвариант не подскакивает, ну, значит, и вот на большой петельке он такой же, как на маленькой петельке. А он действительно не подскакивает, потому что, ну, здесь-то у нас уже была одна двойная точка, а каждая нога я самопересеченил, и это нам еще одну двойную точку. Это получается уже, ну, мы вычисляем значение нашего инварианта на зацеплениях с двумя двойными точками. На них он не подскакивает по определению, потому что этот инвариант порядка один. Ну, в смысле Кирклевингстона, а это как раз самопересечение какой-то компоненты, или какие-то компоненты нейтрал. Вот, но теперь что делать с инвариантом порядка два? Ну, значит, нужна такая лема, это последняя лема, и она очевидна. Значит, если у нас есть... Если у нас есть какое-то зацепление, и, значит, в нем нашлась такая картинка. Вот какой-то шарик, который пересекает это зацепление по дуге, и при этом эта дуга может быть как-то заузленной здесь, и может иметь здесь самопересечение. То есть это вообще зацепление с сингулярными двойными точками, но здесь тоже могут быть какие-то двойные точки, но нет, даже пусть все двойные точки внутри этого шарика. Вот, но важно, что вот этот шарик, он пересекает какую-то одну компоненту по дуге, а остальные компоненты вообще не пересекают. Тогда на таком зацеплении с двойными точками любой инвариант конечного порядка, в смысле Кирклевингстона, который инвариант с инвариантом припели в затопе, понимает значение 0. Ну, то есть его продолжение, знаете, с зацеплением с двойной точкой. Вот, но это почти очевидно. Смотрите, значит, допустим, что у нас всего одна двойная точка. Вот это вот. Чтобы вычислить значение инварианта на таком зацеплении с одной двойной точкой, ее нужно разрешить двумя способом. Ну, в первом разрешении у нас здесь какой-то локальный узел, и во втором разрешении какой-то локальный узел, другое уже локальный узел. Но у нас наш инвариант, он не меняется при добавлении локальных узлов вообще. То есть оба этих локальных узла он не чувствует. Значит, и на этом зацеплении с одной двойной точкой он нуленно. Теперь, если есть зацепление с двумя двойными точками, чтобы вычислить на нем инвариант, его нужно снова разрешить двумя способами. Но в обоих случаях получается такая картинка, как была на предыдущем шаре. Мы как раз этот случай только что разобрали. Значит, на обоих разрешениях этот инвариант нулевой, значит, и на этом зацеплении с двумя двойными точками он нуленно. Ну и так далее. Вот, значит, лемма. Ну, а теперь из этой леммы, значит, вот уже будут следовать предложения. Ну, то есть, вот случай n равно 2. Значит, случай n равно 1 мы здесь разобрали. Что же, значит, меняется в случае n равно 2? Но меняется то, что когда мы берем вот эту вот гомотопию, вот маленькой петельки в большой, но теперь вот на этих самоперечениях наш инвариант может уже подсказать. У нас теперь инвариант порядка 2, в смысле кипка или лангстона. Вот, но, значит, вот эта гомотопия, она вообще происходит вот внутри какого-то этого пледра, там, P1, вот, а он нуль-гомотопия внутри другого пледра, P2. То есть, значит, вот, ну, вообще вся эта гомотопия, она нуль-гомотопия в дополнение к другим компонентам. Но, в частности, вот если мы возьмем, потому что вот это вот зацепление с двумя двойными точками, то оно нуль-гомотопно, ну, как, вот это вот хозяйство, вот это вот хозяйство, вот это вот восьмерка, нуль-гомотоп, но в дополнение к другим компонентам. Но можно взять вот нуль-гомотопию, но опять довести ее не до точки, а вот чуть-чуть замедлить, тогда мы здесь получим маленький шарик, в который вот эта вот восьмерка загонится, но при этом она пересекает, вот этот вот шарик пересекает эту компонент по дуге, но эта дуга здесь вот может иметь, ну, в данном случае, два самопересечения. Вот, ну, в общем, это то, что было в Лемене, и на других наш вариант нулевой. Вот, ну, а когда мы берем гомотопию вот от этой восьмерки к маленькой восьмерке в шаре, то у нас уже там, ну, встречаются тройные, ну, зацепления с тремя двойными точками, и на них им вариант второго порядка не подскакивает. Так что для вариантов второго порядка тоже получается. Ну, а дальше уже то же самое. То есть вот на этих зацеплениях с тремя двойными точками мы снова их тянем в шар, там применяем Лему. Значит, при этой гомотопии в шар тоже грян третьего порядка не подскочит, потому что там уже будут отличаться зацепления с четырьмя двойными точками, на них он не подскакивает. Ну, вот, такое вот доказательство. Ну, может, тут не очень аккуратно, но в другом деле вполне понятно. То есть мы все доказали, но только до кирка не вынесли. А для Васильева это частный случай, потому что любой вариант конечного порядка смысла Васильева, он является вариантом конечного порядка смысла Киппи. Не помните? Значит, в случае Васильева, ну, может быть, не правильно говорить про Васильева, потому что Васильев это делал, но просто так говорят все варианты Васильева. Вот, значит, в случае Васильева мы продолжали наш вариант на все углы с двойными точками, неважно, это самоперещение компонентов или перещение разных компонентов. А в случае Киркли и Йонгстона мы продолжали только на те двойные точки, которые с самоперещением компонентов. То есть мы требовали обнуления нашего продолженного инварианта на меньшем количестве сцеплений с двойными точками. Это более слабое условие, но поэтому если он обнулялся на чем-то, на большем количестве этих сцеплений с двойными точками, то и на этих он подавно обнулился. А вот, правильно понимаю, что из этой лемки следует, чтобы пристыкать инварианты в конечном порядке, которые в инварианты пиелизотопии, это вот на узлах ничего не бывает. Ну, на узлах ничего не бывает, потому что если они инварианты пиелизотопии, относительно пиелизотопии, то все углы пиелизотопнут ревиально. Значит, все эти инварианты на узлах константны. Для узлов все это неинтересно, но и топологическая изотопия, ну, то есть все эти самые гладкие узлы, да, они изотопы на тривиальном узлу. Для узлов все это, ну, все это, кроме тривиального узла, ничего нет. Но это как бы теория зацепления по модулю узлов, по модулю локальников. А, я понял, да. Я на самом деле спрашивал, что вы вначале говорили, что это еще первая проблема, и там вы сказали, что какие варианты могли помочь, опять же, что кто-то неистоит нереальному, и вы говорили, и вы говорили, что на модулю локальников, и как можно уникить инфлятор, они же все понимают, ну, они, как сказать, в общем, они не получатся. Ну, да. Тут, я не знаю, значит, как решать эту первую проблему Роуксона. А, они являются инвариантами отнести на изотопию. Правильно? Для узлов вообще бывают нереальные варианты, которые инварианты отнести на изотопию? Вот в этом вопросе. Ну, да. Это как бы для инварианта топологических узлов, и возникает вопрос, ну, как же стоить инварианты топологических узлов, вообще, если они такие сложные, ну, как бы можно брать их аппроксимацию? Вот, но, вот, значит, что мы, ну, когда мы берем аппроксимацию, мы что-то должны пытаться сохранить. Вот если у нас было зацепление, то вот есть отличная лемма, что, когда мы берем аппроксимацию патологическая изотопия, у нас получается N-квази-изотопия. Вот. Но для узлов N-квази-изотопия, она совершенно не имеет никакого смысла, потому что, ну, там это пустое условие. Любая, то самое, гомотопия узла будет N-квази-изотопия. Вот. Для зацепления это очень сильное отношение к эквивалентности. Тут вот все, значит, разумно вполне для узлов, ну, ничего такого нету. Ну, 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 значит, как можно было бы решать эту проблему Ролсона? Ну, можно, вот здесь у нас этот дикий узел, вот этот, Слинг-Гингос, там, скажем, да, как вот доказывать, пытаться доказать, что он изотопен в реверном узле. Ну, вот можно, например, попытаться вставить второй компонент. И вот, ну, для зацепления уже там вполне понятно, что делать. Но проблема в том, что вот у нас есть тезотопия этого узла, но сможем ли мы вторую компоненту так тащить, чтобы получилась тезотопия двух компонентов на сцепление? Ну, непонятно, как это сделать. Я не умею. Но можно, значит, как-то пытаться что-то более слабое. Но, может быть, эта вторая компонент у нас будет двигаться не изотопией, но хотя бы каким-то абортизмом, при котором там клеятся ручки, у которых там эти мердианы лежат там не слишком глубоко в нижнем центральном ряду. Ну, вот, может быть, какой-то такой подход. Ну, Ну, почему я сказал, что тут, значит, не хватает ингридиантов? Ну, конечно, я не знаю. Вообще, может, проблема Ролсона решаться так, что любой узел затопен 3D. И тогда вообще никаких ничего про ингридиантов не скажешь. Но просто есть вот всякие вопросы. Вот, например, есть такая проблема Кирк или Рингстон. Ну, во-первых, надо сказать, что есть теорема, я уж не помню, никого, что если вы рассматриваете, ну, хорошо, там, скажем, узлы, но для сцепления тоже, по-моему, да, для сцепления, значит, инварианты порядка n, ну, с значениями какой-то фиксированной, конечно, порожденной нагревой группы, они сами, их конечное число линей независимых вариантов порядка n. Они образуют конечномерное векторное пространство, если они с значениями тоже векторное пространство. Вот, а вот для вариантов Кирк или Рингстона, видимо, это не так. Видимо, значит, ну, ну, вот, это проблема Кирк или Рингстона. Можно ли, вот, инварианты порядка один двухкомпонентных зацеплений, в принципе, все известно. Инварианты порядка один в смысле Кирк или Рингстона. Вот этот вот бета в общенном инварианты от Ливина, это инвариант порядка один в смысле Кирк или Рингстона двухкомпонентных зацеплений. Других нет. Но коэффициент зацепления вообще порядка ноля, вот этот порядка один И через них все выражается. А вот если мы пойдем к порядку 2, вот гипотеза, что там бесконечно много линейно-независимых инвариантов, порядка 2. Вот это, значит, недоказано. Ну, вот такие вопросы, скажем, уже, конечно, существенные. Если у нас появляется внезапно бесконечное число линейно-независимых инвариантов, вот это могло бы помочь для каких-то проблем Роллсона. Ну, сложно догадать, насколько я не могу еще, поскольку даже ответы не есть. Ну, спасибо. Спасибо вам. Блин, спасибо.